Солдатские сапоги, шкатулка или фотоаппарат военкора. У каждой вещи есть своя история. Через нее можно узнать, чем была война для обычного человека. Это вещь чисто случайно ко мне попала. Даже она настолько интересно получилась. Я занимаюсь коллекцией фарфоровых статуэток и заехала к одной женщине в поселок Ильинское. Она учительница, мы с ней обычно общаемся. Она мне многое очень рассказывает, истории. И тут я заехала. Она говорит, заедьте, пожалуйста. Там лежит какая-то вещь такая, но она невзрачная, не знаю, что чего. И просто она в коридоре. Она к ней стоит и все. А ты же занимайся фарфорами статуэтками. Ну, они выкинуть хотят ее. Вот. Ну, я говорю, хорошо. Я спросила, откуда у вас эта вещь? Говорит, это моей бабушке. А я говорю, а расскажите, пожалуйста, историю вот этой статуэтки. И она стала рассказывать мне вот такую историю. Когда-то был концлагерь в Ленинске. Как мне рассказывали, финны-то быстро наступили. Он уже начал существовать в 42-м году уже финна. Это уже был концлагерь. И стоял охранник, жил у них на постое. Вот. А ее мама, ее мама была тогда еще девчонкой. Вот. И этот финн подарил вот эту копилку. Это как копилка. И он туда же кидал монетки. Финские монетки. Вот здесь. Вот здесь эта самая, как ее было, маленькая дырочка. Вот она. Но дети, они как заинтересовались, сколько там монет. Это уже когда война прошлась, они решили ее разбить. Вот поэтому. Они решили полностью разбить, а получилось, как-то сохранилась она. И нашли монетки там. Вот. Ну, я говорю, монетки монетками, но все-таки мне бы желательно... Почему он вам подарил... Почему он вашей матери подарил это? А он говорил, этот финн рассказывал, что у него на родине находится семья. И тоже похоже на дочку, как вы. И, находясь у вас, он вспоминает о своей семье. И то, что у него тоже там на родине дочка находится. Поэтому он немножко стал помогать этой семье. Вот. И привез, когда уезжал в отпуск, привез вот эту копилку и кидал туда монетки. Поэтому вот история вот этой маленькой девочки о напоминании сороковых, сорок третьих, сорок пятых годов. А сейчас, конечно, можно сказать, 75 лет прошло. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok